Здравствуйте! В эфире программа «Ответная реакция». И сегодня, я надеюсь, не останутся без ответной реакции, то есть без ответов, многочисленные вопросы телезрителей. В нашей студии исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Александр Николаевич, вопросов вам адресовано очень много. Кто-то позвонил на телекомпанию, кому-то было удобнее спросить о проблеме в соцсетях. Начну со звонков телезрителей. Жительницу Харциска Валентину Васильевну волнует вопрос субсидий. У нее минимальная пенсия и половина уходит на оплату коммунальных услуг. Будет ли в этом году внедряться система субсидий или какие-либо другие формы компенсации оплаты за жилищно-коммунальные услуги? Уважаемая Валентина Васильевна, этот вопрос насущный для наших жителей. Он у нас постоянно на контроле. Закон стадии разработки в Народном совете ДНР. Мы все надеемся, что в этом году, с началом отопительного сезона, он будет принят. Несколько вопросов задают зуевчане. Будет ли в этом году выдаваться уголь или будет выплачиваться компенсация на приобретение твердого топлива? И тогда в каком размере? Суммы компенсации в минувшем отопительном сезоне хватило на покупку угля только до нового года. То, что уголь, либо денежная компенсация будут выплачены, либо выдан уголь, это однозначно. Единственное, разрабатывается положение, в каком виде будет происходить компенсация. Либо как в этом году в денежном эквиваленте, либо все-таки это будет в твердом бытовом топливе. Сроки, я так понимаю, важны. Известно что-либо? Начало октября месяца. Много вопросов о ремонте дорог на трубной стороне. Судя по всему, не все телезрители видели наши сюжеты по поводу предстоящего ремонта. Пожалуйста, озвучьте эту информацию еще раз. В последнее время слишком часто задаются подобные вопросы, поскольку ремонт автомобильных дорог на трубной стороне поселка Горная анонсировался. Я не отказывался от этих слов. Но нас задержали введение тендерных процедур, тендерных закупок. Это сейчас стадии завершения все эти процедуры. Поэтому я уверен, что запланированные работы мы выполним по трубной стороне и по поселку Горному. Так что мы свое слово сдержим. Много вопросов поступило на одну тему – бродячие собаки. Позвонили жители улицы Героев Сталинграда, улицы Шалимова, микрорайона Металлургов, трубной стороны центральной части города. Уточняют телезрители, что даже чипованные собаки ведут себя агрессивно, бросаются на людей. И особое возмущение вызывает ситуация на рынках. Продавцы подкармливают собак в конце дня, благополучно уходят домой, а ночами целые микрорайоны не могут нормально отдыхать. Собаки охраняют свою территорию. По поводу собак у нас каждый месяц планомерно предприятием «Животные в городе», в городе Донецк, заключен договор между этим предприятием и управлением жилищно-коммунального хозяйства города Харцизка. Ежемесячно ведется отлов собак по всему городу. Учитываются обращения наших граждан. Отрабатываются те районы, где наибольшее скопление бродячих животных. По определенным условиям это предприятие обязано возвращать нам в город чипованных и стерилизованных собак и привитых. То, что они агрессивны, это животное. Пока так, но норма возврата, скажем так, мизерная в последнее время. Служба по обращениям граждан городминистрации не принимает заявления по телефону, требует явиться лично. Причем график приема заявлений совпадает с графиком работы большинства горожан. В результате люди лишены возможности обратиться с вопросом или за помощью. Какой выход можно найти в этой ситуации? Ну, график работы отдела по приему граждан с 8.00 до 17.00. Пожалуйста, 5 дней в неделю. Мой личный прием. Я принял понедельник в 9.30.12.00. Ну, то есть фактически до обеда. И прием на общественное движение Донецкая Республика. Среда 10.00. Ну, все это совпадает, скажем так, с рабочей неделей традиционной. Вы понимаете, согласно закону по обращениям граждан, гражданин должен, собственно, ручно, либо, собственно, подписано им же заявление должно быть. Он должен вручить это заявление, должно быть зарегистрировано и взять обязательно копию. То есть такой регламент, такой порядок. А если позвонить на службу 1551? Вот просто оставить? Ну, это аварийная диспетчерская служба. Можно оставить обращение. В принципе, диспетчера его должны принять, если это касается аварийной какой-то ситуации. Либо прорыва водопровода, либо, скажем, стихийное там бедствие. Ну, как бедствие, сильный порыв ветра сорвал там кровлю. То есть можно обозначить случившееся, соответственно, либо дерево где-то повалилось. Это тоже обращение, именно в плане, если это угрожает безопасности наших граждан. Это однозначно будет приниматься. Как вариант? Если он не принимается, то я, в общем, дам определенные поручения. Эти обращения в телефонном режиме будут приниматься по адресам, даже если это необходимо человеку что-то сделать. Но лучше, конечно, приходить на личный прием. Это будет и обращаться письменно в отдел обращения граждан. Это будет эффективно, и это будет быстрее. Это 100% что это будет выполнено. Спасибо за разъяснение. Игорь Алексеевич из Зугреса спрашивает, как идет подготовка к отопительному сезону теплопоставляющего предприятия Зугреса. Наверное, имеется в виду старая часть Зугреса и, наверное, имеется в виду экспериментальный ТЭЦ ВТИ. По подготовке города Зугреса к отопительному сезону, по последней имеющейся информации, подготовка идет согласно графика. Ремонтные работы на Зуевской ТЭЦ выполняются планово. Я подчеркиваю по имеющейся информации, по докладу. В понедельник комиссионно заместитель главы администрации города Харцизка Смык Виталий Александрович выезжал на Зуевскую экспериментальную ТЭЦ, видел все своими глазами. Был в некоторых жилых домах, в подвальных помещениях, своими глазами видел, какие ремонтные работы ведутся. Есть некоторые недостатки по подготовке, но я уверен, что мы их успеем устранить. И к 15 октября предприятие будет готово подать теплоноситель жителям города Зугреса. Свои вопросы вам адресуют и пользователи социальных сетей ВКонтакте. Ирина Хмельева спрашивает, когда власти города обратят внимание на молодежь и детей поселка Горное? На поселке нет ни игровой детской площадки, ни детского педиатра, ни кружков для молодежи. Детский педиатр есть на поселке, принимает. Ну, депутатница поселка спрашивает. Мне сказали, что врач принимает. Наверное, не каждый день? Конечно, не каждый день, но поскольку у нас проблема кадров в медицине, все об этом знают. По детским площадкам, да, их недостаточно, однозначно недостаточно. Но, опять же, давайте смотреть правде в глаза. Ну, сейчас тяжелейшая экономическая ситуация в республике. Этот вопрос по детским площадкам, он актуален по всем нашим трём городам и поселкам Большого Харцизка. Мы работаем над этим вопросом. Я постараюсь в ближайшее время решить вопрос по детской площадке на поселке Горное. Кружки для молодежи, для детей, творческие, развивающие. Все-таки есть такой большой клуб поселковый, и он стоит, и он закрыт. Ну, потому что клуб требует основательного ремонта для того, чтобы там разместить кружки. На базе школы можно. Есть вопрос. Будем решать. Будем над ним работать. Вот чем хороши, я ещё раз подчёркиваю, вот такие вот встречи, вот такие вот, допустим, такая прямая линия, что откровенный вопрос и не менее должен быть откровенный ответ. Я возьму под личный контроль вот эти все вопросы по развитию посёлка Горное. Ведь то, что я подчеркнул, в третьем квартале будем выполнять дорожные работы по посёлку. Сейчас опять дано поручение. Я был на встрече вчера с жителями посёлка Горное. Я увидел своими глазами те, скажем так, то недоделанное в плане благоустройства, хотя поручения давались, до конца это доведут наши коммунальные службы. И те поручения, которые дали нам вчера жители посёлка Горное, будем над ними работать и выполнять. Роман Маргунов в ВКонтакте спрашивает. По международным нормам выборы нельзя проводить во время войны и военного положения, даже с праймерис. Стоит ли ожидать отмены комендантского часа в ближайшее время в связи с предстоящими выборами? Ранее он уже обращался к вам с этим вопросом, но и получил более чем исчерпывающий ответ. Но ситуация, уточняет он, несколько изменилась. Что можете ответить Роману? Я уверен, что к моменту выборов в ДНР наступит мир, соответственно, отпадет надобность военном положении в комендантском часе. Вопрос в ту же тему. В каком состоянии бомбоубежище города? Как вы считаете, актуален ли этот вопрос? Ну, учитывая то, что идет война, в стране введено военное положение, и для того, чтобы обезопасить население от возможного огневого воздействия и сохранить жизнь и здоровье наших людей, в последнее время занимались подготовкой бомбоубежищ. Я бы не сказал бы, что они просто в идеальном состоянии, но они достаточно в техническом состоянии для того, чтобы принять людей и спасти им жизнью. И переходим к социальной сети «Одноклассники». Владислав Светин спрашивает. В городском бассейне в прошлом сезоне систематически нарушались санитарные нормы температуры воды. Что сделано для исключения нарушений температурного режима, и когда планируется открытие бассейна в этом новом сезоне? По бассейну мы проводили совещание буквально два дня назад. Приглашался собственник котельной, которая обслуживает плавательный бассейн. Он нас уверил, что таких срывов, как в прошлом году, не будет. То есть температурный режим, скажем, в ванне бассейна будет нормальный. То есть тот, который соответствует санитарным требованиям. Бассейн будет дополнительно обследован комиссионно. Поскольку капитальный ремонт бассейну, кровли, перекрытий, системы вентиляции не делался около 20 лет. Я имею в виду плиты перекрытия, внутреннее состояние, именно над ванной. То есть внутренний ремонт? Конечно. Дело в том, что вентиляция не соответствует нормам. Есть некоторые повреждения плит перекрытия, именно внутри, не снаружи. Поэтому профильной комиссией будет проверено техническое состояние. И будет на основании выводов этой комиссии, будем определять. Либо это ремонтные работы, необходим проект, проектно-смекная документация, выделение финансирования на ремонт этих всех конструкций. Это очень серьезно. Значит, начало сезона отложится? Не будем торопиться с выводами. Вот буквально на следующей неделе, я уверен, профильные специалисты, комиссионно пойдут обследовать. Полностью здание бассейна, понимаете? Там занимаются дети, там люди. Это безопасность, а безопасность прежде всего. Поэтому выводы пока делать не будем. Я честно, откровенно вам говорю. Десяток вопросов задал пользователь под ником «Сама справедливость» в «Одноклассниках». Почему так называемые разливайки, несмотря на неоднократные обращения жителей города, продолжают работать? Может, в их работе заинтересована местная власть? Ну, вот честно. Вопрос, я считаю, что это вопрос провокационный в плане заинтересований. Как может быть местная власть заинтересована в разливайках? Понимаете? Ну, это вот такой скрытый подтекст того, что значит кто-то в администрации имеет личный интерес в работе подобных предприятий. Я категорически это отвергаю. Работа по несанкционированной продаже спиртных напитков ведется, велась и будет вестись. Кто-то ни на кого не ссылался. Такие прецеденты были. Поэтому, уважаемому нашему жителю, я определенно ответственно заявляю, что администрация боролась с этим с помощью налоговой инспекции, с помощью городского отдела полиции. Мы и дальше будем с этим бороться. И о бродячих собаках тоже уточняет, необходимое уточнение, есть ли в городе вакцина против бешенства? В недостаточном количестве. То есть это тоже как аргумент содержать популяцию собак в каких-то рамках? Конечно. Мы ее постоянно уменьшаем. Я это уже подчеркиваю. Работа ведется. С вакциной – да, проблема. Какое оказывается содействие в развитии предпринимательства? В этом направлении сделаны, я считаю, первые шаги для того, чтобы наладить контакт администрации города с нашими предпринимателями. Заключены соглашения о социально-экономическом партнерстве между предприятиями различной формы собственности Большого Харциска. Скажем, первые положительные шаги в этом направлении уже есть. Взаимодействие предприятий налаживается даже в рамках Большого Харциска. Мы работаем с нашими частными предпринимателями, физическими лицами. Планово, ежемесячно. У нас теперь будут проходить семинары с нашими предпринимателями. Первый такой семинар будет 18-го числа, 14-й дом, Дворец культуры имени Ленина. Будет присутствовать начальник нашей налоговой инспекции города Харциска. Планируется присутствие представителей таможенных органов. То есть то, что интересует наших... Это актуальный сегодня вопрос. Конечно, конечно. То есть, соответственно, руководители администрации города. И люди могут задавать любые насущные вопросы. И я уверен, что они получат на них ответ. Те замечания, которые будут со стороны наших предпринимателей, я уверен, что они будут учтены. То есть мы идем по пути диалога. Никакой конфронтации быть не может. Мы граждане одной страны. Исполнительная власть обязана работать для людей. И она будет это делать. Что, в общем-то, по нашей инициативе, инициативе администрации, в частности, и будут проходить такие семинары. Семинар, встреча, можно назвать ее по-разному. То есть будет диалог, прежде всего. Люди должны быть услышаны с их проблемами и по возможности их решать. То есть выносить, может быть, Народный совет, решение каких-то вопросов. То есть доносить до нашего законодательного органа, до профильных министерств, те вопросы, которые вполне возможно решить, и они улучшат экономическую ситуацию в нашей республике. Александр Николаевич, я благодарю вас за ответы на вопросы телезрителей. Сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности главы администрации Харциско Александр Николаевич Левченко. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова